Друзья, всем привет! С вами Любомир Борода. Сегодня я хочу поговорить о кистевых ремнях для камер. Фотокамер, видеокамер. Что такое кистевой ремень? Это такая вот петля в виде браслета, которая одевается на руку и цепляется к вашей камере. Для того, чтобы вы могли фотографировать одной рукой. И если вдруг вас тряхнет или еще что-то, то, чтобы камера вдруг вырвется из рук, чтобы она не упала. Кистевые ремни можно делать всякие разные, с разными плетениями. В принципе, система тут не очень сложная. Сделали браслет и такой вот ремешок, который будет у вас туда-сюда затягиваться по руке. Например, поставили бусину и стягиваете, чтобы был какой-то фиксатор. Это мой старый кистевой ремень на камере. А сегодня я хочу поговорить о другом ремне. Ремне, где не просто паракорд на петелечке, а петелечка из микрокорда. Потому что не у каждой камеры есть возможность просунуть паракорд. Вот здесь мы видим немаленькое, так сказать, отверстие. И сюда легко заходит паракорд. Поэтому здесь мудрить не надо. Но бывают камеры, плюс бывают телефоны с небольшими дырочками. Где паракорд не пролезет, а ремень все-таки нужен. Некоторое время я искал ответ на вопрос, как же сделать микрокордовую петельку и присобачить ее вот к такому кистевому ремню, чтобы это все выглядело симпатично. Вот здесь вы видите, у меня такая металлическая штучка, такой вот узелок, и дальше все плавно переходит уже в паракорд. И здесь мы видим уже сам наш браслет, который будет одеваться на руку. То есть это я делал под свою руку. Здесь вы видите бриллиантовый узел, который является и украшением, и фиксатором. Давайте попробуем сделать именно вот такой вот ремешок, именно вот с такой вот петлей из микрокорда. Я задался вопросом, как сделать петельку. Я пошел в магазин, знаете, где всякие бусинки продают, какие-то макроме, прочую фигню. И увидел у них такие вот переходнички для флешек. Но прочность оставляет желать лучше. Мне эти веревочки не очень понравились, но я как-то купил их некоторое количество. И я решил просто сюда засунуть микрокорд. Чтобы он легко у меня туда залез, я этой же веревочкой воспользовался как переходничком. Сейчас покажу. Собственно, взял небольшой кусочек микрокорда, нашу вот эту железную штучку. И, собственно, смотрите, что я делаю. Я опять вставляю сюда ниточку эту, цепляю наш микрокорд и завожу ниточку назад. Вот. Это для того, чтобы... Так как микрокорд толще, чтобы пройдеть его сюда. И тянем. Вот видите, микрокорд у нас пролез. Немножечко подтягиваем. И завязываем какой-нибудь фельдепёрстовый узелочек. По сути, тут неважно, какой узел, потому что мы его в итоге всё равно будем прятать. Главное, чтобы он держал. Вот что у нас получилось. Обрезаем лишнее. Немножко подплавляем его. Вот. Собственно, вот тут уже прочная петелька у нас готова. Если вы не хотите заморачиваться такой вот штучкой, можете просто взять вот и сделать такую петлю просто с узелком. И тоже всё получится. Теперь мы берём отрез паракорда. Я взял метр двадцать. Вот. Для того, чтобы сделать примерно вот такой вот ланьярд. Всё зависит от размера вашего запястья и вот той длины, которая вам нужна от запястья до фотоаппарата. У меня это восемнадцать сантиметров в обхвате запястья. И плюс я ещё сделал себе вот, чтобы можно было в один раз обхватить браслет. Мы берём отрез паракорда и находим у него не середину, как обычно, а вот делаете примерно вот наверное, как-то вот так с одной стороны. И здесь доходим до петельки, которая у нас будет. Потом в эту петельку вставляем наш такой изготовленный микрокордовый переходничок. вставили и железочкой это затянули. Собственно, если нет этой железочки, то ничего затягивать. Не надо просто смотрите, чтобы узел у вас был здесь вот внутри. А тут я уже думал, как же сделать так, чтобы вот этот узел не было видно и всё было симпатично и красиво. И, соответственно, решил пройти здесь мини-кордом. Не микрокордом, а мини-кордом. Хотя можно даже попробовать и микрокорд. Ну, я буду делать так, как в этом варианте, поэтому здесь будем идти мини-кордом. и делаем вот так, смотрите. Делаем вот такую же петлю, кладём её сверху, потом берём вот так вот примерно, потом берём хвостик, который чуть-чуть подлиннее у нас и вот так обматываем всё это картина. Сделали несколько стежков и потом просто под них зашли и вывели вот здесь. Понятно, да? если непонятно, поставьте на паузу, отмотайте, посмотрите. И потом всё это дело затягиваем. И затягиваем так, чтобы наш узел вот этот попал внутрь. вот видите, я его спрятал. Но для того, чтобы это было ещё красивее, возьму иголочку для мини-корда, сделаю резьбу здесь, и уведу этот хвост тоже вниз, чтобы потом приплавить их сразу оба. Вот, получилась вот такая вот байда. Теперь нам надо убрать вот эти хвосты. я их просто срезаю и оплавляю. все, с ними уже ничего не случится и собственно переходник у нас получился. Почему не черный микрокорд? Потому что черного сейчас нет, поэтому приходится показывать с таким неви. Видите, на моем готовом ремне тут у нас идет бриллиантовый узел. Соответственно, сейчас мы начинаем плести его. Мы отмеряем необходимое нам расстояние. Примерно вот так, да? И вот в этом месте делаем бриллиантовый узел. Ссылочка как плести бриллиантовый узел внизу под этим роликом не буду в очередной раз учить, потому что есть подробная инструкция. Перейдете, посмотрите, потом продолжим дальше. что, узел мы сделали. Я сделал вот такой вот длины. Опять же, каждый сам для себя может брать больше, брать меньше. Все зависит от камеры, от того, что вы хотите. Главное в нашем случае это вот этот переходничок и вот этот узелок. это реально будет и красиво, и он будет держать, держать, фиксировать. Можно сюда повесить какую-то бусину как фиксатор, можно несколько, чтобы это было красиво и замечательно. то есть я показываю так сказать азы. Азы, сам фундамент, как это классно сделать, а потом уже каждый во что гораздо вообще делайте, что хотите. Так, дальше, что мы берем? Мы берем вот эти вот две стропы и собственно там огибаем наше запястье, да, примерно смотрим, где нам надо сделать так, чтобы была петля, ну, как бы фиксирующая, да, какое у вас запястье длиной. Вот у меня получилось примерно вот так, вот. И вот тут очень важный такой момент, опять же, для того, чтобы получилась вот такая классная штука вот здесь на конце, такая вот петелечка, нам надо сделать некий такой фиксатор, то есть по идее можно взять и сразу оплести здесь мини-кордом, но как-то мне не нравится, вот хочется, чтобы была какая-то фигулинка, так сказать, загибулинка красивая. Вот, и что я делаю? Держу эту петлю и закинули сюда, провели снизу, получилось вот так. теперь забрали все остальное, держим петлю и в петлю все это дело заводим. Смотрите, чтобы этот хвостик никуда не перескочил. вот, чтобы у вас было вот так, вот так, и затягивайте, затягивайте так, чтобы вот эта петелька у вас потом держала ваш узел, то есть в принципе вот, потом это будет выглядеть вот так. И здесь будет сплетен браслет. Так, теперь вначале я просил вас сделать чуть-чуть смещённые края, то есть не посередине перегибать, но сделал я чуть покороче, а паракорда взял больше. А вообще просил я это для экономии паракорда, сейчас если бы я правильно посчитал, то у нас была бы ситуация примерно такая, что здесь бы он заканчивался уже и здесь заканчивался этот, то есть для того, чтобы соединить. Всегда старайтесь соединение паракорда прятать под плетение. Это и эстетично выглядит, и он не порвётся. Отрезали обе части. Поставили кончики рядом, включили зажигалочку, опалили равномерно оба края, поставили их в притирочку друг к дружке, потом поставили сюда, где вы будете оплетать, и аккуратненько как бы придавая форму, чтобы ровненько у вас всё это было, ничего особо не торчало. Вот у вас получилось соединение, вот весь ваш, так сказать, браслет, и потом мы просто берём станок, растягиваем нашу конструкцию таким образом на станке, берём мини-корд или микро-корд и оплетаем коброй, делаем обычную стандартную кобру, вот, это опять же показывать не буду, как плести кобру, даю ссылку на ролик в описании, потому что если я сейчас ещё начну плести кобру, то, собственно, ролик будет очень длинным. После того, как вы прошлись коброй по всему вашему браслету, у вас вот здесь остаются хвостики. Эти хвостики я просто взял, провёл через петлю, завёл вот сюда с помощью иголочки, вывёл здесь, обрезал и подплавил. И получилось, что хвосты у нас где-то не торчат, они у нас с внутренней стороны аккуратно заплавлены, и их никто не видит. И вот так вот симпатично выглядит наша петелька. Потом мы берём петлю из микрокорда, вставляем сюда, петелька. наш ремешок готов. Вот. На этом всё. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы по данному видео, пишите комментарии, я с удовольствием вам отвечу. А ещё, друзья, не забывайте ставить лайки, дизлайки, подписываться на канал. Это очень мотивирует меня для того, чтобы создавать новые ролики, быть вам полезным, ну и соответственно мне от этого очень очень приятно. И я понимаю, что всё это делается не зря. До новых встреч.